Урожай и немалый на Кубани собран. Результаты крестьянского труда на агропромышленной выставке. Чего здесь только нет. Анапу представляют известные виноградари и виноделы. Народ они особый, творческий и беспокойный. Янтарные ягоды как раз сейчас поспевают, дома во всю уборка. Но и ярмарку не пропустить. Лучшие винодельческие традиции в Анапе. Люди приходят, во-первых, знают нас, во-вторых, смотрят Анапа. И сразу совсем другое лицо, сразу другое отношение. То есть приятная улыбка, приятные воспоминания. И люди пробуют. Конечно, что-то нравится, что-то может быть не так нравится. Но тем не менее, вспоминают те вина. И когда мы представляем наши рислинги, мы представляем наши ракоцители и знаменитые наши красностопы, которые были только в Анапском районе. Приятно ощущать то, что люди это помнят. И они покупают эти вина для того, чтобы насладиться ими за ужином. Да, Анапа узнаваема, конечно. Все, как один наши анапские виноделы, подчеркивают, потерянное в 90-х возрождается к жизни. На курорте посажено 42 гектара молодых виноградников. Идет раскорчевка старых угодий. Объем инвестиций в виноградарство только в этом году превысил 40 миллионов рублей. Это только начало. Я считаю, что в будущем это будет гораздо больше. У нас еще столько неосвоенных земель. Точнее, уже заброшенных. Раньше же это все были виноградники. Но мы их будем восстанавливать. С главой региона Сергей Сергеев о самом важном – о возможности реализации местной продукции. Виноделы с нетерпением ждут, когда заработает первая лицензия на продажу гаражного вина. Вениамин Кондратьев подчеркивает, аграрии должны иметь возможность зарабатывать своим трудом. Мы можем говорить сегодня о празднике. Конечно, праздник есть, потому что урожай – это рекордный. Но эти рекордные урожаи нужно продать. Нужно и заработать. Иначе нет смысла говорить о каких-либо росте. Если роста в кармане, каждого селянина не будет. И сегодня задача власти в целом и моя, и администрации, и собрания нашего – сделать так, чтобы селянин мог зарабатывать, чтобы фермер мог зарабатывать, личные подсобные хозяйства могли зарабатывать. Ведь сегодня огромный урожай, который существует, нужно сохранить и нужно реализовать. То есть должна заработать та самая система, которая позволила вот это все выращенное превратить в прибыль. Иначе нет смысла в этой беспрецедентной господдержке, а господдержка сельскому хозяйству и в этом году, и в следующем будет сохранена в прежнем объеме. А может, дай бог, если мы посоветуемся с Владимиром Андреевичем, если будет еще чуть-чуть, может еще и добавим. Фундамент развития любой отрасли экономики – господдержка. Сельское хозяйство в числе приоритетов государственной политики. Поддержка набирает обороты. Постоянно мы каждый год все больше и больше денег получаем на развитие в виде субсидий малых форм хозяйства. Если в прошлом году мы получили немногим менее 10 миллионов, то в этом году мы уже на 21 миллион готовы оказать поддержки нашим малым формам хозяйства. Это владельцы личных подсобных хозяйств, это владельцы крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели, которые занимаются в сфере сельского хозяйства. А напчане не изменили себе. Были одними из лучших на Кубанской ярмарке. Мимо такой мастерски украшенной выставочной площади было не пройти. А наши знаменитые виноделы еще раз доказали – хорошее вино – это настоящая философия и искусство. Анатолий. 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 Продолжение следует...